Но пара слов о России, потому что уж больно, тоже чисто контрастная игра, вы знаете, в России появилась с одной стороны пламенный лидер оппозиции Юлия Навальная, а с другой стороны в России-то в самой, вот там на территории РФ появилась новая, говорят, царица, появилась новая царица. Поговаривают, газета Миррор, а также еще какие-то британские газеты, что новая любовница у Путина, хотя зачем ему любовница, когда у него уже это, у него же зуд, и что там еще он писал, ход мыслей не туда идет, и все вот эти жалобы на состояние здоровья, и ноги дергаются, но любовницу, говорят, завел, хотя вы же понимаете, что он с ней делает, и я вам сейчас расскажу, о чем они занимаются по ночам. Так вот, оказалось, что по мнению британской прессы, новой любовницей стала Мизулина, новая любовница Путина, они ее называют Барби там и так далее. Мизулина, ну вы вряд ли знаете, я тоже совсем недавно узнал о существовании, я думал все время, что про другую Мизулину, что там есть какая-то Мизулина-депутат, и я думаю, какая-то любовница, ей 68 лет, думаю, не, ну вполне по возрасту подходит, нет, 73, но она подходит, короче, Путину по возрасту, но оказалось, что это вообще другая Мизулина у них есть, у них много Мизулиной. И вот эта Мизулина-Мазулина, ну что там, размазываешь одну Мазулину, получается другая Мизулина. Вот эта другая Мизулина ответственна за цензуру в интернете, начальник цензуры в интернете, и вот она теперь, значит, любовница Путина. Я думаю, ну хорошо, тоже ладно, начальник цензуры, думаю, зачем ему любовницу, старый же все-таки человек. Нашелся ответ, нашелся, оказывается, значит, по сообщениям вот этого вот Мирора, у нее, оказывается, историческое образование. Историческое, она изучала историю. Теперь я знаю, чем занимаются по ночам Путин с Мизулиной, с Рюриковичами. Теперь я понимаю, откуда, собственно, вся вот эта получасовая лекция. Теперь понятно, кто готовил-то Путина. Вот слушайте, тоже, как политтехнолог, вам скажу, тысячу раз бывал, как говорится, в такой ситуации. Готовишь кандидата к какому-нибудь выступлению, на каком-нибудь почетном митинге, он приходит и говорит все другое. И выясняется, что, понятно, ночь, а ночная птичка громче поет, как вы знаете, ночь его какая-нибудь подготовила. Хорошо, если жена, потому что это хотя бы предсказуемо, и ты знаешь, к чему она его подготовит. А тут вот не знали, не знали. Наверняка Песков же готовил Путина, говорил, вот смотри, Володь, значит, тезисы раз, два, три, ну и Владимир Сергеевич, как он он там называет, не знаю, Викторович Васильевич. Раз, два, три там тезисы, вместо этого выходит Путин, да, я думаю, что ему Зарубля, этого Зарубина, привели вечером. Ну, Карлсон, что ночью не приведешь интервью брать, правильно, он днем интервью берет. Значит, ночью с Мизулиной Путин обсудил Рюриковичей, ну, потому что она историк, она ему все рассказала про Рюриковичей. Он вышел, рассказал, что рассказала Мизулина. Тут все поняли, схватились за голову, какой ужас, Володя, что ты несешь, подготовили его заново, притащили ему в постель этого Зарубля, чтобы он уже давал интервью. Субтитры создавал DimaTorzok